Добрый день дорогие дамы и господа! Добро пожаловать в парк приключений Ходькова! Меня зовут Дмитрий и сегодня я буду вашим экскурсоводом в этом замечательном месте. Давайте начнем! Добро пожаловать в парк приключений Ходьков! До бесконечности! Также покататься на квадроциклах, отпраздновать день рождения, юбилей, корпоратив, детский праздник с аниматорами и без. Ну или просто пожарить барбекю на углях, в комфортной беседке в лесу. Другими словами, скучать точно не придется, но давайте все по порядку. Парк приключений Ходькова находится рядом с одноименным городом Ходькова, что близ Сергиева Посада. Можно добраться как на автомобиле или на автобусе, так и на электричке. Во всех вариантах время пути от Москвы составит в районе часа полтора. При подъезде к парку вас встречают наши сотрудники, которые вас зарегистрируют и помогут припарковать автомобиль. Парковочных мест очень много, парковка вся бесплатная, конечно, а как могло быть иначе? Далее вы проходите в центральную часть парка, где можно ознакомиться с разнообразием трасс и возрастными ограничениями. Как правило, наши посетители приезжают в парк с детьми. Для самых маленьких предусмотрен крытый шатер, в котором ребенок может находиться долгое количество времени, поскольку развлечений здесь предостаточно, а аниматоры они за ними присмотрят. А для детей постарше есть скворечник, который представляет из себя многоуровневый лабиринт с подвесными мостиками, лестницами и прочими развлечениями. Взрослый может пройти с ребенком в качестве сопровождающего абсолютно бесплатно. Сечатое ограждение по всему участку обеспечивает безопасность. Ну а если ваш ребенок смелее и хочет подражать взрослым, для этого есть специальный маршрут, который располагается на первом уровне парка и дает вам возможность помогать и контролировать его прохождение на протяжении всего маршрута. Ну а теперь рубрика 18+, или маршруты, которые заставят щекотать ваши нервы, а ладошки потеть. Но прежде стоит поговорить о безопасности. В нашем парке присутствует достаточное количество инструкторов, которые в строгом порядке следят за безопасностью. Система страховочных тросов сделана таким образом, что полностью исключает возможность травм. На вас одевают специальные страховочные ремни. Перед каждым маршрутом инструктор проводит инструктаж. И во время перелета держитесь за два страховочных труда. И помогает вам в случае сложной ситуации. Это значит, что если вы вдруг боитесь или просто не можете справиться, он придет к вам на помощь и поможет. Разнообразие трасс от простых до экстремально сложных общей протяженностью более двух километров. У нас тут много белок, а еще троллейная трасса, которая включает в себя пять троллейных перелетов общей протяженностью более 350 метров. Которые не оставят никого равнодушными. Ну а если и этого вам мало, да-да, мы предусмотрели этот вариант и построили Тауэр Парк. Это сложный маршрут, который располагается на высоте 12 метров, что сопоставимо с четырехэтажным домом. Поверьте мне, здесь даже стоять страшно. Поднимаемся мы по скалодрому. Общий маршрут составляет порядка 60 метров. По итогу инструктор предложит вам совершить прыжок вниз. Это очень волнительно, страшно. Ну что ж, я попробую. Это определенно волнительно и круто. Фу, после такого приключения неплохо было бы подкрепиться. Здесь у нас есть три варианта. Пиццерия, которая приготовит пиццу непосредственно перед вами. Ну и остальные блюда из меню. Шашлык на мангале, если вы заранее позаботились об аренде беседки. Ну и третий вариант. Еда с собой. Да, никаких ограничений. Да и странно, если бы они были. То есть мы делаем все для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И у вас осталось приятное послевкусие. Ммм, очень вкусно. Но не стоит долго рассиживаться. У нас уже готовится команда в пентбол. Погнали. Стоит сказать, что парк Топ Ган, как он раньше назывался, изначально позиционировался как пентбольный клуб. То есть, другими словами, мы знаем все о пентболе. Если вы это не знаешь, это игра между двух команд, которые стреляют друг в друга вот такими шариками с краской. Да, они ощущаются и пачкаются. Но об этом и обо всем мы позаботились. Вам выдается специальная одежда, перчатки, шлем и подготовленное оружие. Вы проходите инструктаж вместе с инструктором. Завережаете пневмобаллоны. Вам выдается шарик с краской разного цвета. И вы отправляетесь на специальную территорию. Которая очень большая. Она полностью вся окружена сеткой. И все, что происходит на территории, остается в рамках этой территории. Ну а если вам нужен вариант попроще, где вы можете сыграть в войнушку со своими детьми, вашему вниманию лазертак. Поверьте мне, это не менее увлекательно. К тому же можно играть даже вдвоем. На вас надевается вот такой бронежилет и повязка, которая сигнализирует о ранении. Автомат, как настоящий, нужно перезаряжаться. Итак, допустим, вы приехали с самого утра и успели пройти все трассы. Сыграть в лазертак, в пинтбол. И при этом день еще не закончился. В чем я сильно, честно говоря, сомневаюсь. Ну или же вы, как и я, питаете страсть бездорожью и мотоциклом. У нас есть прекрасный маршрут на квадроциклах по лесу. Пошли скорее. Здесь можно ознакомиться с протяженностью маршрута, ценами и чем-то там еще, но у нас нет на это времени. Поэтому шлем, ключ вправо и погнали. Фух, это был невероятно насыщенный день. Надеюсь, вам понравилось. Что ж, в завершении мне хотелось бы сказать еще о некоторых плюсах, часах работы и месторасположении этого парка. Итак. В парке может разместиться абсолютно любая по численности компания, что дает вам возможность провести день рождения с размахом. Корпоратив компании, к примеру, недавно был корпоратив на 400 человек. Или же просто устроить громадную тусовку. Пенные вечеринки. Есть возможность установки сцены, музыкального оборудования, микрофон. Все это мы вам предоставим. Парк находится близ Сергиева Посада, который входит в свою очередь в Золотое кольцо России, да и вообще является центром православия. Таким образом, здесь есть что посмотреть и где остановиться на любой вкус. Наш парк работает с 9 утра и до 10 вечера. Имеет бесплатную парковку на огромное количество машин и мест. Что ж, на этом все. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!